В рамках дней славянской письменности и культуры в Алатаре состоялся восьмой слёт юных богословов. Мероприятие прошло на базе школы номер 11. Участие в нём приняли 20 команд, представляющие общеобразовательные и воскресные школы города и ближайших поселений. В этом году темой слёта стало 700 лет со дня рождения святого Сергия Радонежского. И поэтому мероприятие имело название «Уроки преподобного Сергия», выдающегося сына нашего Отечества и великого подвижника, недаром называли игуменом земли русской. Вся Русь видела в нём своего духовного наставника и молитвенника. Преподобный Сергий, он великий учитель, хотя никаких трудов нам, наследникам, не оставлял. Сколько учеников разошлось по всей Руси. Главным наставлением и заветом преподобного Сергия, потомкам, была вся его святая жизнь, которая учит нас простым истинам – правде, труду, вере и мужеству. Вот в чем состоял его духовный путь. Своё напутственное слово юным богословам адресова благочинны Аллатрского округа протеерей Вадимир Теплов. Указывай, пусть им нам преподобный Сергий, сегодня указывай, будь Богом. Уроки преподобного Сергия для всех нас – это урок смирения и кротости, урок послушания и трудолюбия, миротворчества и терпения. Главной целью организаторов мероприятия в Аллатре стало раскрытие заповедей Сергия Радонежского. А для этого ребятам предстояло выполнить несколько заданий – рассказать о святом, ответить на вопросы и вписать пропущенные слова, заполнить таблицу и многое другое. Без его духовной силы наши войска просто не смогли бы даже подержаться. В ответ – пловный и очень хороший. Владец, Ваня. В итоге победителями среди младших школьников 3-5 классов стали учащиеся школа номер 3 и гимназия номер 6. Среди старших богословов 6-9 классы победу одержали сразу три команды 6-й гимназии. Завершил мероприятие духовный стих про преподобного Сергия, который исполнили все участники слёта. Годы и столетия мчатся незаметно, И пришли на землю наши времена. Но не испарился и ни в году лету Русским духом держится страна.